Привет! Катамания на связи! Как всегда в это время разбираем самые важные игровые новости и прочие мур-мур. Усаживайся поудобнее, мы уже начинаем. Поехали! Киберпанк уже неделю почти как вышел, а 2077 новостей о нем все никак не закончится. Акции CD Projekt с начала декабря рухнули чуть ли не в два раза, и руководство созвало экстренную конференцию, чтобы успокоить инвесторов. Для начала студия признала, что проблемный старт серьезно подпортил ее репутацию. Из-за коронавируса тестеры работали из дома, что затруднило работу. Но патчи выходят, и будут выходить еще долго, что не так уж и плохо, верно? Студия надеется, что сумеет вернуть доверие игроков, и массовых возвратов не будет. Мол, ролевой боевик получился затягивающим, и большинство просто дождется, когда его починят. Правда, на старом поколении консолей чудес не будет. Баги исправят, оптимизацию подтянут, но в целом уровень графики останется прежним. Также студия отвергла обвинения в сознательном обмане. Да, журналистам не показали версии для PS4 и Xbox One, но только потому, что работа над ними шла вплоть до релиза. При этом CD Projekt обещала Sony и Microsoft починить игру к выходу, и поэтому она смогла пройти сертификацию производителей. Кроме того, сказали пару слов о мультиплеере. Его планируют выпустить в 2022 году, но если работа над обновлениями и дополнениями займет слишком много времени, могут перенести и на 23. Для рекламы нового Xbox Microsoft вытащила на природу три проектора общей мощностью в 120 тысяч люменов и сыграла в Destiny 2, используя в качестве экрана заснеженный склон горы. Площадь картинки превысила 1700 квадратных метров, 55 метров в ширину и более 32 в высоту. И теперь есть новый рекорд для книги рекордов Гиннеса. Это самый большой экран, на котором запустили видеоигру. Сенсация! Неожиданно на консоли Nintendo тоже есть поддержка трассировки лучей. Да, той самой, которая на ПК и новом поколении PlayStation и Xbox. Правда, речь идет не о Switch, а о другой консоли. Super NES, вышедший 30 лет назад, в 90-м году. И нет, на ней, конечно же, нет аппаратного рейтрейсинга. Зато есть поддержка картриджей, куда можно добавить разные со-процессоры для ускорения вычислений. В том числе и очень современные. Поэтому инженер Бен Картер взял и присоединил к консоли сразу три новых чипа. В итоге получилась довольно мощная машинка, тянущая трассировку лучей в разрешении 200 на 160 пикселей при 30 кадрах в секунду. Возникает вопрос, зачем? Ну, как зачем? Рейтрейсинг теперь у всех есть, пусть и у Нинтендо будет. Blizzard выпустила очередной отчет о разработке Diablo 4. И, судя по нему, игра продолжает деградировать. И это хорошо. Потому что после третьей части любое движение назад — это на самом деле большой прогресс. Например, из игры уберут эпохальные предметы с запредельными характеристиками. Эй! И вернут уникальные. Да, точно такие же, как в Diablo 2. Они зачастую были далеко не самые мощные, зато давали разные интересные возможности для создания новых билдов. Кроме того, отказались от мультяшного стиля и деградировали до скучного и банального реализма. В том числе, цифровое реальное оружие и экипировку. Короче, фанаты ролевых экшенов плачут от счастья. Ну и еще немного новостей оптом. Блиц. В Fortnite появился режим «Шпион, выйди вон», полностью копирующий суперпопулярную Among Us. Выполняя задания, члены команды должны вычислить и устранить предателей в своих рядах. А задача последних — избавиться от мирных. Королевская битва Call of Duty Warzone стала доступна в российском магазине PlayStation. Такой вот новогодний подарок от Sony. Microsoft обещала, что в декабре подписка EA Play станет частью Game Pass на ПК. Но не срослось. Планы реализуют только в следующем году. А пока что эта опция будет оставаться эксклюзивом Xbox. Ну и напоминаем, приближается большая новогодняя халява. Завтрашнего дня Epic Games будет раздавать по игре каждый день. Всего 15 проектов. Возможно, большие сюрпризы, так что не пропусти. А ведь Киберпанк добрался не только до наших игр, но и до наших жизней. Например. Никого не удивляет, что когда нам нужно перевести вывеску, мы не лезем в словари, а просто наводим на нее объектив камеры. Что штрафы водителям выписывает автомат. Что машины на автопилоте ездят куда безопаснее живых людей. И что таксисты уже скоро не будут нужны точно так же, как извозчики. Зато с каждым днем этому миру все больше будут нужны специалисты, которые учат компьютеры видеть окружающий мир. Для тех, кто хочет освоить профессию будущего прямо сейчас, наши старые знакомые из Geekbrains открыли факультет по компьютерному зрению. Курс идеально подходит для новичков. Хотя среди учеников встречаются и специалисты. Они понимают, что без машинного обучения сейчас никуда. Компьютер за секунду и бесплатно делает то, что у людей занимает часы, дни и даже недели. В Geekbrains отлично объясняют как азы, так и тонкости. И главное, помогут добавить в твое портфолио опыт участия в трех реальных проектах. Кстати, весь декабрь там супер скидка в 50%, поэтому если решишь записаться, ищи ссылку в описании этого видео. Ну и во имя среды мультяшная рекомендация. Сегодня я посоветую мультик, который считаю одним из лучших в 2020 году. Мультик, который называется «Полночное откровение». И это точно самая залипательная история из всех, что ты знаешь. История для взрослых. Дети не поймут. Если максимально грубо упрощать, о чем же этот мультик, то он о космическом путешественнике, который создает свой собственный подкаст. Для одного единственного слушателя. В общем, время от времени он отправляется в другие миры, в другие вселенные, и берет интервью у одного из его обитателей. Ну а потом это все оформляет как подкаст. Разговоры там получаются такие глубокие, знаешь, из серии «Ничего не понял, но очень интересно». А самое главное не оторваться. А какой он красивый, какой он яркий. В общем, смотри, мультик классный, и его точно нужно знать. Посоветуй в комментариях свой любимый мультик, ну или мультик, который ты открыл для себя в последнее время. Конечно, нам всем будет полезно. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику, и пока!